данном видео я расскажу то что но мы добавили в новой версии tesla scato 2 версии 35 основное что мы добавили в данную версию это возможность использования косвенных тегов предварительно мы создали проект в котором создали несколько одинаковых групп объектов в которые входит мотор индикатор и лейбл текст который привязан к тегом так 1 так 2 так 3 каждая группа объектов имеет кнопку прозрачную видите можно показать ее вот если мы изменяем цвет вот она перевернем обратно на прозрачный цвет при нажатии на эту кнопку будет вызываться окно в котором будут показываться свойства этого группы это окно одинаковое для всех групп но при нажатии на на кнопку будут зависеть от того на какую группу мы нажали показываться объекты привязаны к тегу один тегу 2 или тегу 3 окно будет одно вот и вся задача данного данной косвенной адресации давайте посмотрим как это реализовано данном окне в кнопке мы привязываем к нашей к нашему вызову окна два параметра value и first run при нажатии на данную кнопку эти глобальные параметры будут записываться в глобальное хранилище для одной кнопки для первой кнопки это будет value равно 1 единице и first run равно единице при нажатии на другую кнопку которая привязана ко второй группу объектов будет записываться value 2 и first run 1 также и при нажатии на третью кнопку будет записываться value 3 и first run 1 также теперь посмотрим в свойствах окна при вызове данного окна будет выполняться скрипт 0 этот скрипт посмотрим его свойства будет выполняться каждый цикл что это значит что и при каждом апдейте окна будет который привязан к обдэ интервалу в настройках проекта будет вызываться данный скрипт давайте теперь посмотрим на этот скрипт подробнее в начале мы берем те параметры которые мы присваиваем при нажатии клавиши при помощи данных функций getGlobalArgument и getGlobalArgument для value и для first run и присваиваем им локальным переменным аргумент и first run теперь при помощи склада получаем имя тега оно в зависимости от нажатой клавиши будет или тег 1 или тег 2 или тег 3 теперь посмотрим как это все обрабатывается при первом запуске данного окна first run на 1 мы берем значение тега имя которого получили из аргумента и код и тега первый параметр это имя тега а второй параметр это дефолтное значение данного тега дальше присваиваем локальные переменные наши всплывающего окна тег call которые привязаны к лейблу и дальше помещаем данные в глобальные переменные тег call и first run делаем нулю то есть мы уже один раз вызвали и больше не будем попадать в эту ветку условия и также description получаем теперь посмотрим description это мы ввели нового параметра для тега в нем можно какое-то описание данного тега дать данную часть кода мы посмотрим позднее а теперь давайте посмотрим что будет если description не не пустое значение мы с прямой функцией split разбиваем данную строку description на три строки разделителем готовы сложить точку запятой это просто нужно для описания для получения описания это можно делать а можно и не делать как хотите в принципе просто у нас один проект был от заказчика у него была просьба вот такое дело реализовать потому что у него в описании тега хранилось описание данного тега которое должно было отображаться на всплывающем окне давайте посмотрим как это работает запускаем проект изменяем значение тегов я сделал это в эмуляции в принципе в рантеме это так же работает без проблем для каждого тега присвоили свое значение и теперь при запущенном проекте пробуем нажать на какую-то какую-то группу объектов чтобы посмотреть соответствующее значение вот мы нажали и получили значение для мотора 2 мотора 2 индикатор 2 какое-то описание и значение закрываем щелкаем на другое получаем значение уже тега 3 третьего то есть в принципе все работает давайте посмотрим ту часть кода которая позволяет при записи в всплывающем окне изменять также значение благодаря косвенной адресации то есть в начале мы получаем значение сохраненное у нас в глобальном базе данных тег то есть тег кол который мы записали в начале потом мы присваиваем сравним это значение с текущим значением и если оно не равно то есть мы допустим что это записали в всплывающем окне мы данное значение записываем в тег с при помощи функции сет тег value также помещаем в глобальную переменную тег колл наше измененное значение давайте посмотрим как это работает называем изменяем значение оно изменилось в всплывающем окне и изменилось в привязанном тег теперь что мы еще добавили мы добавили возможность читать атрибут нода ipcs сервера в первом параметре указываем имя ipcs сервера в втором тег в котором хранится нод узел ipcs сервера и в третьем аргументе указываем номер атрибута пятое это номер атрибута description те кто знаком с apcua атрибутами знают о чем речь я их укажу в описание под видео а также в руководстве для пользователя здесь мы используем apcua глобальный apcua сервер давайте description уберем и так как description пустой как у нас указано в условии данные часть кода вызовется при испытании она даже в эмуляции потому что у нас в эмуляции в принципе работает для скриптов смотрим появилась к сожалению не нашел теги который бы содержал полноценное описание только на так что еще еще мы добавили возможность вызывать диалоговое окно из скрипта при помощи данной функции первый параметр это заголовок второй параметр сам непосредственно сообщение компилируем и смотрим как работает нажимаем вот появился наш диалога окно принципе это можно использовать при отладке скриптов чтобы смотреть правильно все там работает и напоследок мы добавили изменили экспорт тегов убрали дополнительные лист настройками здесь оставили только одно с непосредственным перечислением тегов потому что так принципе удобнее потом с этими тегами работать их экспортировать импортировать непосредственно можно добавить смотрим как мы что мы получили при экспорте список наших тегов добавляем при желании еще теги их принципе можно импортировать за какой-то другой проект все спасибо за внимание если есть вопросы пишите нам на почту или на форум данный проект я по ссылку на данный проект я помещу внизу под видео спасибо за внимание